Доброе утро всем! Мой Чучи, он вообще сумасшедший, потому что он всю ночь пел. Представляете, я утром, ой, ночью, я не знаю, может быть, под утро, но было еще темно, встала в туалет, а он думал, кто поет? Так это, темно еще, солнца нету. Потом слышу, это он выспался и давай песни петь даже ночью, представляете? Боблин ему. Тебе скучно? Но, буду сейчас убирать вот эту вот грязь. Смотрите, у меня калы вырастают. Они целый год стояли. Вот так вот в земле просто. Я изредка поливала и вот лезут. Надо же, это те же самые калы, только темно-фиолетовые. Вот, смотрите, вот эти. Такие же вот, я которые купила в Лидделе. Классные, мне прямо они нравятся. Может быть, это так и надо, что вот они цветут, цветут, потом отсветают. Их надо обрезать. Ну, я где-то читала, что они... Ну, я думала, что они декоративные, домашние, и не надо ничего обрезать. Они будут так и будут расти. Ну, видимо, не знаю. Вот я обрезала, подрезала. И видите, лезут. Не знаю. В общем, у нас вот столик тут стоял, такой деревянный. Мы его отнесли наверх и решили там его и оставить. А вот надо что-то сюда придумать. Вернее, я уже кое-что придумала. Так, походу, хлеб возят. Так вот, бибикуют. У нас хлеба... Хлеб есть в морозилке. Вот, я уже завтрак там себе почти приготовила. Так что вот так сейчас и пойду в Чарли гулять и мусор вынес. А, нет, сначала надо пропылесосить. Кто там за мной подглядывает? Кто там за мной подглядывает так? Пропылесосу сначала. Везде. И проветрю. Субтитры подогнал «Симон» Пыль протерла, полы помыла. Представляете, сейчас вот этим вот жидкостью, которой я пыль вытираю, прям в глаз себе. Как-то подмышку взяла, нажала и прям в глаз. Думала, все, трындец пришел. Ничего даже не щипала, ничего вообще. Промыла водой. Что за жидкость такая? Может быть, вода обычная. Даже, знаете, как от мыла щипет глаз. Тут вообще ничего не защипала. Я тоже штаны наделала. Думала, все, трындец без глаза осталось. Потому что, представляете, неожиданно. Глаз-то открытый. И прям все в глаз в себе. Продезинфицировала глаз. Он у меня теперь обеззаражен. Трындец. Ничего даже не щипала. Странно. Что за жидкость такая? Смотрите, как у меня папоротник. Он у меня сразу весь облез, сбросил всю листву, а потом начал расти опять заново. Может быть, это у него такая, как это сказать-то, адаптация была. В общем, сейчас переодеваюсь. Да? И пойдем с тобой гулять. Да? Рассказывают по телевизору, что у нас же страстная неделя. Симона Санта. Очень знаменитая испанская. И что все улицы пусты. Нет никакой Симоны Санты. Пляжи пустые. Деньги теряют огромные. В общем, уже говорят не так о вирусе, а больше о экономике, как будем, как говорится, выкручиваться. Как-нибудь выкрутимся. Главное побороть эту болячку, а потом уже, у меня знаете как, проблему решать по мере ее поступления. Зачем я буду думать о какой-то другой проблеме, которая когда-то будет, когда нужно, вот сейчас есть проблемы. На данный момент нужно с вирусом побороться. А потом уже будем как бы выкручиваться из другой проблемы. И так всю жизнь. Весело. Что-то в этом году, даже весна какая-то, не весна. Солнца не видели, уже не знаю сколько, наверное, столько же, сколько на карантине сидим. В общем, даже погода у нас идет в ногу с карантином. Не хочет быть хорошей. Может быть, с одной стороны, но и лучше. А то бы так было бы много соблазнов выйти на улицу, позагорать на пляж. А так погода вроде не очень и выходить неохота. Как всегда на своем пятачке. И здесь, как всегда, никого нет. Мусор выбросила, картон. У меня еще там пластик лежит. В одной руке все не унесла. Вот так и ходим. Собакой гуляем и мусор выносим. Я не могу иначе. Ничего, я уже привыкла, знаете, уже как будто так и надо. Еще и привыкну настолько, что даже понравится. Потом на работу не захочется выходить. В общем, новости даже слушать не хочется. Не знаю. Вроде сидим дома. Откуда зараженные? Откуда мертвые? Вообще не понимаю. Потому что столько идиотов много, что ни хрена, наверное, дома не сидят. Потому что если бы ты сидела дома, ты бы не заразилась. Правильно? А каждый день только их больше и больше и больше. Откуда они берутся, если все сидят дома? Потому что ни хрена никто не сидит дома. Все ходят. А я вообще удивляюсь, что некоторые говорят, что вируса нет. Откуда столько мертвецов? Только от коронавируса. Все остальные, как говорится, мертвые от других болезней, они не подсчитываются. У нас вот на сегодня, сейчас посмотрела, 700 с лишним человек только от коронавируса, от гриппа, от сердца. Это другая часть мертвецов, скажем так. Потому что некоторых вижу, ой, и да, и коронавируса столько же умирало. Умирало. Но вот 750 с лишним человек, это вот только от этого вируса. В общем, вы меня поняли. Прям бесит. Что я делаю? Я буду делать слойки с яблоками. Яблоки, но не обычные яблоки. А я сейчас их обжарю на сливочном масле с изоком карамелисую. Карамелисую. В общем, добавлю сахар, чтобы они стали карамельными. Сейчас все увидите. Добавляем сливочное масло. Пока оно топится, оно. Буду резать яблоки. Прям просто, вот как картошку, знаете. Вот так. Нарезаем яблоки. Так, картошку. Но не сильно крупно. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Угу. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А вот именно вот так вот получается. Вообще супер вкусное. Но это я раньше делала, сейчас уже давно не делала. Надо, кстати, попробовать сделать шарлотку. Очень вкусное. Они такие яблоки классные получаются вообще. Вот пусть карамелизуются. Смотрите, какой цвет появляется карамельный. Я добавила немного ванильки. Запах пошел просто нереальный. И все на камеру почему-то. Камера притягивает себе весь в опор. Такие слоечки у меня будут вкусные. Самое главное, чтобы они не начали гореть. Карамель не начала гореть. Я думаю, что уже все готово. Видите, уже свет какой. Да что ты все время запотеваешь. О! Теперь это оставляем остывать. Знаете, какой вкуснятина. Запах стоит нереальный. Пока у меня тут жарятся грибы. А я вчера с тебе сделала капусту. Потушила с баклажанами. Друзья, это очень вкусно. С шашлычком. Здесь, в общем, баклажаны, капуста. Вообще люблю капусту жареную. И вообще люблю капусту. В общем, порезала вот так вот тесто. Сейчас буду чинить. Поставила духовку на 180 градусов. Посмотрим, что получится. Отправляется в духовку. Я так думаю, минут на 20. Пока как раз у меня зарядится батарейка. Начинка обалденная. Слойки будут вот такие. Такие пирожочки получились. Сейчас я буду пробовать, чтобы вы все видели. Начинка обалденная. Всем советую. Очень вкусно. И быстро. Ммм, как вкусно. Обалденно вкусно. Потом еще одну с чаем. Слопаю. Помните, я столик, не столик, стул, не стол красила. Один слой только нанесла. Сейчас хочу второй слой нанести. Я что-то покрасила один слой. Потом дождик пошел. Потом холодно. И в общем забыла. А сейчас что-то вспомнила. Барбекюшницу сюда убрали. Там еще угли нормальные. Можно еще продлить, как говорится. Надо мне ее как-то убрать отсюда. Потому что там где-то краска. О, не краска. Как всегда, надоело лежать. И вспомнила, что можно покрасить стол. Ищу себе развлечения. А что делать? Как иначе? Так, где-то кисточку я тоже видела. Она была здесь. Ты здесь. Чувствую я тебя. Ну где она? Просто такое ведро, что здесь всего да всего. А кисточка. А вот она. Вот она, вот она. На одно место намотано. У меня сегодня сумба будет онлайн опять. А завтра у меня будет бодикомбат. Я вам засниму. Я пыталась пару раз в спортзале снять. Но это невозможно. Потому что, во-первых, людей много. Во-вторых, сзади я себя никак не сниму. В общем, нереально было, чтобы показать. Я сестре спрашивала. В России, по-моему, такого нет. Вот. И вот вам показать. Конечно, на моем примере это будет что-то. Будет очень смешно. Но мне так кажется. Вообще, когда настоящие люди. Ну, завтра все увидите. В общем, попробую снять. Если, конечно, я уже забыла. Уже месяц не занималась этим. Но мне очень нравятся эти занятия. Поэтому на улице вообще прекрасная погода. Знаете, не жарко, не холодно. И не солнечно. Солнце не жжет. Что прям вот невыносимо. Когда здесь лето, здесь на крыше находиться невозможно. Потому что очень жарко. Очень. Там вот ходят бабульки. Там сейчас газ привозили. Видимо, они раскупали. Да, ситуация что-то у нас в лучшую сторону не идет. Вот все спрашивают. Типа, есть там родственники, знакомые. Сейчас вот позвонили мужу друг друга. И говорит, что в Салабрине, где я работаю, у мужа, в общем, умер друг от коронавируса. Вот тебе и пожалуйста. Там было всего два случая. Или три, не знаю. Вот так вот. Молодой мужик. Сорок с лишним, по-моему, ему было. Выговорить. Нету вируса. Все есть, друзья. Все есть. Надо беречь себя и как можно ради, или даже если не хотите себя, своих близких. Не надо геройствовать. Типа, я не боюсь, меня никакой вирус не схватит. Потому что меня, может быть, тоже не схватит. Я все-таки считаю, что у меня иммунитет такой нормальный. Но я могу быть переносчиком. И переносить это. Потому что очень много людей, которые переносят этот вирус, даже не зная об этом, но могут всех кругом перезаражать. И быть виновным в смерти какого-то вашего близкого родственника или друга. Поэтому нужно просто ответственнее к этому относиться и не кричать на каждом углу. Если вы не верите, не верьте, как говорится, в тряпочку. Молча. Не надо пропагандировать, что типа я вот такой смелый, мне по барабану, я пойду в парк, я пойду за хлебом каждый день, на дню по 15 раз. Это вам не принесет ни славы, ни гордости, ни уважения. Честное слово. Я таких людей не уважаю. Которые ходят и кричат, типа мне по барабану. Это просто, знаете, как черепахи прячутся в панцирь. Вот и они вот за своей вот этой храбростью хотят спрятаться от реальности. Мне так кажется. Ну вот немножко вам об этом. Я даже не смотрела, сколько там зараженных, сколько. Ну вот только видела, что 700 с лишним людей умерли. Ты что в лесу? Ты что в лесу? Мой девчон в лесу. Так он лежал, лежал и пришел ко мне. Сказал, мам, что-то давно нету. Где-то ты такая есть, да. Где-то такая есть. А мамка сейчас будет... Да, ой, 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 ну тёты. Любовь ты моя. Да, любовь ты моя. Да. Ой, ой, ой. Ой, радость какая. Да, да. Пойдем сейчас красить, работать. А ты как хотел. Люблю, не могу. Музыка. 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 У нас тут опять приехали дезинфицировать. Только что-то сегодня рано прям. Другая машина. Обычно восемь, а сейчас время шесть. Что-то как-то они выборочно. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Странно. А, они знаете, где вот эти вот штуки? Не везде всё. А, вот только вот, наверное, где канализация. В общем, как-то странно. У нас погода всё та же. И все выбежали посмотреть, что там происходит. Блин, одно развлечение. Тут кто-то хулик рядом. Одно развлечение. На улице кто-то проехал. Все бегом смотреть, что там и как. А я сейчас пойду в Сумбу заниматься онлайн. Кто-то курит, прям как будто у меня внутри. Ем редиску. Запивай кефиром. Окрошку во рту получается. Реальное. Варю. Рис варю. Завтра у меня будут суши. Я сегодня у меня поспел этот, как его зовут? Авокадо. И я такая, думаю, открываю холодильник его, чтобы спрятать в холодильник. Гляжу, а у меня там сёмга лежит, лосось. Не знаю точно сёмга, не сёмга. Лосось лежит. Авокадо. Ой, я такая у меня в мозгу чук-чук-чук-чук-чук. Варю. Блин, это же суши. Сейчас сварю рис. Я варю обычный круглый рис. Промыла его хорошенечко. И варю. Сейчас добавлю туда немного соли. Уксус. Этот. Как его называют-то? Вот этот. А, рисовый. Так его и называют, рисовый. И всё. И завтра у меня будет вот такой вот суши на наделу. Как раз рис остынет до завтра. Нори у меня всегда есть. Это нори у меня как яйца с картошкой. Всегда должны быть. Вот так вот друг приспичит. И вот такой вот у меня будет обед. А мужу сделаю. Ему варю бульон. И шампиньоны остались. Так, выключаем. Не выключаем, а жидко. В общем, сделаю тортию до чемпиньона. Омлет такой с шампиньоном. Блин, у меня крышки нет маленькой. На эту кастрюльку маленькую. Ну ладно, так сойдёт. В общем, друзья, вот такие вот у нас планы. Завтра будем с вами суши лепить. Пирожочки мои два штуки. Мы каждые по две штуки съели. Очень понравилось нам. Очень вкусные. Начинка просто обалденная. Так что делайте, пока на карантине сидим. Буду с вами прощаться до завтра. Всего самого лучшего. Не болейте. Сидите дома. И пока-пока.